здравствуйте мальчики девочки студенты и студентки сегодня нам с вами предстоит решить достаточно интересную задачу я бы сказал не простую но после того как я ее объясню все станет на свои места потому что вы учите физику на самом суперском канале физика это просто канал на котором любые задачи становятся простыми понятными и доступными короче говоря ситуация такая задача которая будет объединять и закон сохранения энергии и закон сохранения импульса задачка многоуровневая ну что давайте начнем отвечать на вопросы первый вопрос но он очень простой чему будет равняться натяжение нити до того как вот этот шарик масса которого 2m ударится не упруго об этот шарик который висит никому не мешает и так чему будет равняться натяжение нити ну то все очень просто вот поскольку это тело висит и находится в состоянии покоя значит сила тяжести мж будет уравновешиваться силой тяжести и тело сила тяжести равняется мж все просто вопрос следующий а чему будет равняться натяжение нити после того как этот шарик скатится удариться слипнется ну не упругое с ударение вот и они начнут двигаться вместе так вот чему будет равняться натяжение сразу же в то же самое мгновение когда они друг с другом так сказать соединились будем считать что это взаимодействие было очень очень кратким хотя это в общем то и не важно короче нужно найти натяжение нити вот в этот самый момент когда они уже так сказать поехали вот так вот что же нужно сделать соударение не упругое ага значит у нас всегда будет масса 3m вот это очень важно я советую это сразу вот здесь вот записать чтобы не забыть но они вместе поехали да вот теперь естественно нужно найти скорость после соударения но чтобы найти скорость после соударения использовав в дальнейшем закон сохранения импульса сначала нужно найти вот эту скорость скатившегося шарика который вот сюда вот скатился да чему будет равняться его скорость а скатывается он с высоты 1,62 л да вот но здесь чуть-чуть я неправильно рисовал потому что высота должна быть больше а мы сейчас сделаем почему бы и нет вот так вот все это у нас длина ниточки l скатывается 2m шарик с высоты 1,62 л так давайте ее найдем скорость найти скорость то не так уж и сложно используя закон сохранения им энергии здесь в самой высшей точке значит будет только потенциальная энергия mg а h это наша высота 1,62 л а что здесь будет а здесь будет скорость mv квадрат деленная на 2 короче говоря отсюда будет следовать что скорость будет равна а после того когда мы массы сократим квадратный корень 1,62 умножаем на 2 это будет 3,24 сейчас проверю 1,62 умножаем на 2 да будет 3,24 значит 3,24 g l вот такая вот скорость значит а этот шарик то покоится на месте тогда давайте найдем скорость этих двух шариков сразу же после столкновения это означает что суммарный импульс до а он будет равен просто-напросто 2mv равен импульсу суммарного после да а они же слиплись масса 3m и поехали со скоростью и u массы сократили и мы нашли скорость после взаимодействия u равняется 2 3 v или скорость будет равняться 2 3 квадратный корень 3,24 g l вот такая вот скорость спросите вы почему эту скорость то нужно искать а вот почему потому что вот после того когда эти шарики слиплись и получилось здесь 3 3 масса ну 3m 3 масса 3 масса получилось так вот 3m короче говоря что же произошло вот это вот шарик стал двигаться вот так вот да он должен же двигаться то есть тут получается у нас движение как бы по окружности это означает что сразу же возникает центре стремительное ускорение и тогда mg и t они вот здесь но они равны друг другу почему потому что t отнять mg будет равняться mv квадрат деленное на радиус давайте с вами посмотрим про какое в по ну по идее да это должно быть так t отнять mg равняется mv квадрат деленное на радиус а теперь что же делаем то 3 массы начинают двигаться 3 здесь у меня получается 3 а в квадрат это вот это вот скорость а радиус это длина нити то есть тут длина нити а здесь что у нас получается а так 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 получается вот что значит вот эта масса это 3м значит 3м радиус у нас это длина нити а в квадрат вот она в квадрат значит это будет 4 девятых и и 3 двадцать четыре g l l l сокращаем да и тогда t у нас получается вот это начнение нити значит тут будет 3 и 9 тут 3 значит что мы сделаем мы умножим 4 на 3 двадцать четыре и поделим на 3 получается вот это вот 4 432 mg и тогда натяжение нити будет равно вот эти 432 mg и плюс 3 mg все и получается 7 целых тридцать две сотых mg вот такое вот натяжение нити смотрите внимательно в начале когда она просто тут болтыхалась было натяжение нити мж а сейчас 7 целых тридцать две сотых натяжение нити стало больше вот такой вот интересный у нас вопрос был и мы на него ответили ну и возникает естественно следующий вопрос а чему будет равен импульс силы чему будет равен импульс силы кстати говоря вот это вот скоростяга то нам пригодится в дальнейшем вот это нам пригодится а это я могу убрать вот и так чему равен импульс силы что же произошло смотрите внимательно вот это тело 2m здесь ударилось от тела м это означает что 2m подействовало на м сюда а м подействовало на 2m в эту сторону естественно время соударения было одинаковым ну и естественно импульс силы которые мы будем искать он тоже будет одинаков вот ну по численному значению естественно вот что же нужно сделать чтобы найти импульс силы а давайте-ка выберем самое простое тело а вот оно до того как это тело в него так сказать врезалось оно покоилось и импульс был равен нулю импульс силы я обозначу буквой j который будет всегда равен изменению импульса изменению импульса это импульс конце m а ведь они стали двигаться это тело стало двигаться со скоростью u после взаимодействия отнять импульс который был до до а до оно никуда не двигалось значит это было равно нулю вот в чем дело поэтому найти импульс силы очень и очень просто нужно просто-напросто сделать следующее импульс силы будет равен до произведения массы и вот на эту самую скорость две трети квадратный корень три двадцать четыре ж л вы спросите а почему тут нужно писать м ты же вроде как говорил что тут надо три м писать да ничего подобного мы то говорим при изменении импульса вот это вот тело вот и все вот и все поэтому что я делаю я беру квадратный корень из трех двадцати четырех и получаю один и восемь вот тогда у нас импульс силы получается равным два умножаем на один и восемь делю на три тут будет м а тут будет квадратный корень из ж л ну вот значит это будет ноль шесть ноль шесть на два один и два и импульс силы равен один и два м квадратный корень ж л все вот так вот импульс силы если вы спрашивали а чему равен импульс силы Который будет испытывать вот это вот тело А чему будет равен импульс сил Который будет испытывать это тело По численному значению Это 1,2 м квадратный корень из ж л Очень хорошо Теперь следующий вопрос А вопрос будет звучать так А произошла ли здесь потеря энергии При взаимодействии Ответ однозначно Да Произошла просто-напросто Нужно запомнить Что когда соударение Центральное или не центральное Когда происходит соударение Но это соударение неупругое Когда они слипаются друг с другом Всегда будет происходить потеря энергии При взаимодействии Вот мы ее с вами и должны Найти эту самую потерю энергии Давайте с вами посмотрим Изменение энергии Которое мы с вами ищем Вот Оно будет равно И так они слиплись Правильно? То есть 3м У квадрат Ну про какое изменение энергии говорится? Про изменение кинетической энергии Значит 3м у квадрат Деленное на 2 Я должен отнять Та энергия Которая была до того Как они То есть сказать Друг с другом слиплись А энергия кинетическая Была только у этого тела МВ квадрат Деленное на 2 Вот вам и изменение энергии Кстати говоря Скорость-то Да? В Мы с вами нашли В Это был квадратный корень Из 324 Ж Л Если вы помните Вот А у Вот оно Ну и что нужно делать? Давайте с вами посмотрим Чем оно будет равно Вот здесь вот Не нужно ничего бояться То есть сказать Подставлять Значит 3 Тут будет 2 А тут м А вот это у квадрат Значит что пишем 4 Девятых Это в квадрате Дает нам 3 24 Ж Л Вот так вот Отнимаем Дробная черта Масса Деленная на 2 А в квадрате Это будет 3,24 Ж Л Вот так вот Ну тут можно Всякие варианты Так сказать Делать Не важно А я вот возьму Просто-напросто Калькулятор Вот здесь вот только сокращу Тут будет 2 Умножу 3 на 2 6 Умножу на 3 24 Поделю на 9 И получу 2,16 Ж Л М Естественно Ну М И минус 3,24 Поделю на 2 Получу 1,62 М Ж Л Вот и все Да Значит что у нас получается Получается 2,16 Отнимаем 1,62 И получаем И получаем 0,54 Так 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 3 на 2 6 Подождите 3х2,6 Да 18 Да Ответ-то у меня какой-то другой Раньше был 3,2 4,9 3,2 4,9 И на 3,24 Правильно Да Вот А тут что? А тут у нас М Аааа Ну конечно Конечно Ошибочку-то я сделал Это не масса М Это же тело у нас Сталкивается Вот 2М Видите как нужно Все время быть Сосредоточенным А не торопиться Решать задачи Вот Значит Тут двойки мы сократили И тогда Я делаю Что? Из 2,16 Отнимаю 3,24 Да И получаю И получаю Минус 1,08 МЖЛ Хотел написать Джули Нет Не так Вот так Вот значит Почему минус? Вот эта вот энергия потерялась При взаимодействии Вот Такая вот Ситуация у нас произошла Ну и последний вопрос Тоже достаточно интересный Вопрос будет звучать Таким вот образом А на какой угол? Максимальный Отклонится Вот это вот Два тела После взаимодействия Смотрите внимательно Это у него уже Ба-ба И получилось у нас 3М И вот этот уголочек L Альфа Извиняюсь Нам и нужно с вами Найти На какой угол? Ну давайте посмотрим Как это делать Вот Давайте посмотрим Это я убираю И что я могу сказать? Кинетическая энергия Здесь Это Му квадрат пополам Превращается 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 Кинетическая энергия Потенциальную 3М Г Вот что у нас То сказать И произошло Вот Тогда я так и запишу Что 3М У квадрат Деленое на 2 Превращается В 3М Г Г H Ну вот Масса Можно смело Умирать Троечку Можно убрать И у нас Получается Что У квадрат Равняется 2G H Вот Вот Я получил У Это Вот У нас Вот Вот Она Да Теперь же Мы должны С вами Разобраться Вот С этой Высотой Но Длина Нити Нам Известна Правильно Вот Смотрите Вот Этот Трюк Вы Всегда Должны Знать Вот Это L Это L А Это Угол Вот Что Получается Смотрите Внимательно Вот Это Высота H Он будет Равняться Вот Этой Всей Длины Нити L И Отнимаем Вот Этот Кусманчик Вот Отсюда До Сюда Это L Косинус Альфа Все Тогда Я могу Записать Что У квадрат Равняется 2G А вместо Высоты Я могу Записать Так L Вынесу За скобку А тут Будет Единица Минус Косинус Угла Альфа Вот Все Тогда Тогда Место У квадрата Я буду Записывать Вот Это Что Это У нас Получается 4 9 Тут Будет 3 24 GL Равняется 2 GL Единица Минус Косинус Угла Альфа Так GL Уходит Тут Двоечка Тут Двоечка Берем Калькулятор Умножаем 2 На 3 24 Делим Ой Умножаем 2 На 3 24 Делим На 9 И Получаем 0 72 А там У нас Остается Единица Отнять Косинус Угла Альфа Но это Значает Что Косинус Угла Альфа Это Единица Минус 0 72 Или 0 28 И Что Нам Остается Сделать Shift Косинус 0 28 И Получить 73 Угол Альфа 73 Ну 739 Градусов Или Угол Альфа 73 74 Вот Все Вот Все Дорогие Ребятки Много Уровневая Задачка Так Сказать Решена Согласитесь Задачка Неплохая Правильно Ну Вот Все Что Мне Хотелось Бы Сказать И Лишний Раз Напомнить Что Учите Физику На самом Суперском Канале Физика Это Просто Канал На Который Любые Задачи Становятся Простыми Понятными Доступными Если Вы Еще Не Записаны На Мой Канал Сделайте Доброе Дело Запишитесь Буду Вам Очень Признателен И Благодарен Всего Всем доброго До свидания До новых встреч Субтитры